Большое спасибо за предоставленное слово. Я постараюсь очень в краткой обобщенной форме изложить основные тезисы доклада. Следующий переключите, пожалуйста. Что-то опять брахлит. На самом деле, ни для кого не секрет, что проблемы в сфере психического здоровья, они, несомненно, сказываются на уровне производительности труда и, соответственно, порождают значительные экономические проблемы. Поэтому государства и компании-работодатели, они должны прилагать значительные усилия для их решения. Вот по данным ВОЗ, совокупный экономический ущерб от данных проблем, он составляет порядка одного триллиона долларов США. Вдумайтесь, это больше, чем национальные бюджеты даже крупных государств. Но при этом отмечается, что при уделении должного внимания на решение данных проблем, с каждого... вложенного одного доллара, получается 4 доллара прибыли. За счет того, что производительность труда увеличивается и снижаются затраты в связи с досрочным выходом на пенсии и прочими проблемами. В Европейском Союзе довольно долгое время уже уделяется значительное внимание данных проблем, и при этом отмечается, что свыше 165 миллионов человек, задумайтесь, это почти треть, в той или иной мере сталкивались с проблемами в сфере психического здоровья, и совокупный экономический ущерб от данных заболеваний превышает 400 миллиардов евро за один год, за 2016-й. Хотелось бы напомнить, что совокупный бюджет наднационального бюджета Евросоюза составляет всего 150 миллиардов евро. То есть это в три раза больше, чем все интеграционное образование тратит на все нужды. Да, но следует отметить при этом, что непосредственно у самого Европейского Союза как наднационального интеграционного образования весьма ограничены полномочия в данной сфере, поскольку их основной учредительный договор, договор о функционировании Европейского Союза, наделяет его в данной сфере лишь координирующими полномочиями, но тем не менее целый ряд правовых источников принят в данной сфере. Один из основных – это Европейский пакт о психическом здоровье и благополучии 2008 года. Он содержит пять магистральных направлений для совместного приложения усилий Европейского Союза и его государств-членов. Одно из них посвящено охране психического здоровья на рабочем месте, и вы видите, что фокус усилий сосредоточен на трех направлениях. Прежде всего, это улучшение организации работы, когда изначально сотруднику не создаются стрессовые ситуации. Во-вторых, это обеспечение выполнения программ психического здоровья. Это и мониторинг, и проведение каких-то корпоративных мероприятий, стремящихся на то, чтобы разгрузить как-то сложную психологическую ситуацию. И, наконец, третий комплекс мер – это уже меры, непосредственно направленные, во-первых, на трудоустройство лиц, страдающих психическими расстройствами, на возвращение к нормальной работе лиц, прошедших лечение и реабилитацию их. Я немножко попозже о последнем более подробнее сообщу. Следующий слайд, пожалуйста. Да, спасибо. Вот в марте 2009 года состоялось такое знаковое событие, был принят в Праге документ «Психическое здоровье на рабочем месте». И вы видите, какие приоритетные направления были в нем обозначены. То есть ни для кого не секрет, что значительную часть своей жизни человек проводит именно на работе. и необходима, естественно, заинтересованность властных структур для решения соответствующих проблем, заинтересованность работодателей. И, естественно, сам работник тоже должен осознавать и понимать, что он хочет от этой работы, чтобы она помогала развиваться ему, свои личностные потребности и так далее. И, разумеется, по-прежнему актуальна, к сожалению, проблема стигматизации и социальной изоляции соответствующей группы лиц. Лидирующими государствами в Европейском союзе в сфере охраны психического здоровья, в том числе на рабочем месте, является Вестеративная республика Германия и Великобритания по ряду независимых исследований. Следует отметить, что в данных государствах расходуется порядка 10-12% средств, выделяемых на здравоохранение для решения проблем в сфере охраны психического здоровья. Причем в Великобритании отмечается, что данный уровень финансирования недостаточен. Но, тем не менее, в этих государствах наблюдается хороший довольно-таки уровень интеграции органов власти и представителей компаний-работодателей и граждан вообще общественных организаций. Вы видите ряд успешных практик, применимых в Федеративной республике Германии. Также в Великобритании уже довольно давно, еще до того, как был принят ранее упомянутый мною пакт, с 2005 года применяется стратегия здоровья, работы и благополучия. Вообще отмечается, что в Великобритании именно инициатива сверху, она очень хорошо развита. Но здесь существуют определенные нюансы, какие. Например, я совсем недавно проводил исследование на тему как раз трудоустройства и трудовой реабилитации лица с проблемами психическим здоровьем в Великобритании, и выяснилось, что до недавнего времени в данном государстве существовал целый ряд программ государственных, причем финансируемых государством, нацеленных на трудоустройство этой группы и лица этой программы. Работа более общая и программа доступа к работе, выбор работы. Но, тем не менее, вот буквально с 2018 года произошло замещение ряда этих инструментов единой программой, программой здоровья, и при этом наблюдается, что сужение задач данной программы и значительное снижение финансирования этой программы. Также следует отметить, что при анализе вообще всех инструментов, применяемых в Евросоюзе, при работе, например, уже с лицами с серьезными психическими заболеваниями, наблюдается, что только 3-4% из них способны быть переведены на открытый рынок труда. Все остальное – это тот или иной вид поддерживаемого трудоустройства, защищенного трудоустройства, то есть при той декларации в Европе, что необходимо переходить к транзитным моделям трудоустройства, то есть сначала в закрытом каком-то учреждении, потом с последующим переводом лица на открытый рынок труда, а результаты говорят о другом, то есть в силу просто, ну, я думаю, медицинских критериев здесь. Да, вот одна из прогрессивных моделей, применяемая не только в Великобритании, но и в других европейских государствах, это модель индивидуального размещения и поддержки, когда лицо, соответствующее страдающее психическим расстройством, оно не сначала обучается, оно уже помещается на рабочее место, к нему приставляет социальный работник, медицинский работник, и они вместе помогают ему делать сначала простейшие задачи, потом в зависимости от состояния это все усложняется. В Российской Федерации, к сожалению, такого пристального внимания данным проблемам не уделяется, в частности отсутствуют какие-либо специализированные стратегии в сфере охраны психического здоровья на рабочем месте, но, однако, данные проблемы, безусловно, затрагиваются на уровне федерального законодательства, в частности, в законе о психиатрической помощи отмечается необходимость социальной поддержки трудоустройства лиц, страдающих психическими расстройствами. Но, тем не менее, да, и следует отметить, что в соответствии со статистическими данными, наша статистика очень сильно отличается от европейской в данной сфере. То есть, по нашим данным, лишь 0,6% лиц страдают психическими расстройствами, тогда как в Европе средний уровень где-то 25-26% общий европейский, если в среднем мы возьмем. Я думаю, что на основе этой статистики и принимаются решения о выделении соответствующих финансирования, развития программ и так далее. Но, по моему субъективному мнению, не могут настолько менталитет людей в одной и другой стране отличаться, при том, что информационная нагрузка в мире усложняется, соответственно, негативные факторы и стресс возрастают. Если во всем остальном мире происходит усугубление ситуации, а у нас декларируется то, что лучшая ситуация становится, то это вызывает определенные вопросы. Я думаю, не в последнюю очередь из-за того, что у нас люди просто не готовы обращаться к психиатру из-за боязни стигматизации, безусловно. Поэтому ряд инициатив осуществляется непосредственно компаниями, крупными корпорациями, направленными на улучшение психологического и психиатрического климата. Вы видите их на экране. И какие можно сделать выводы на основании изложенного. Во-первых, проблемы в сфере психического здоровья и обеспечения психического здоровья на рабочем месте, они очень важны. Они порождают в противном случае их нерешение значительные убытки для экономики. В государствах Европейского Союза это 3-4% валово-национального дохода. В отдельных компаниях до 10% убытки связаны именно с этими проблемами. Поэтому их необходимо решать. Их эффективное решение требует консолидации усилий, во-первых, на государственном уровне. Причем здесь необходим междисциплинарный подход, межведомственный подход, то есть объединение, по крайней мере, Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, я полагаю, что и Министерство образования тоже необходимо, и Министерство спорта, естественно, как реабилитационного мощного ресурса. И все-таки мне представляется возможным учитывать определенный опыт Европейского Союза в данной сфере, причем не только положительный, но и негативный, чтобы не повторять тех ошибок. То есть изучать, что действительно эффективно работает, что нет. Благодарю вас за внимание.